Доброе утро, Семен. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы участник АТО, народный депутат, и плюс ко всему вы являетесь, собственно говоря, переселенцем. Как вы относитесь вообще к тому, что на сегодняшний день вы как переселенец, как участник АТО не имеете жилье? На сегодняшний день ситуация с обеспечением жильем и переселенцев и участников АТО полной задницей, потому что нашей власти, большинству ради, и Кабинета Министров, и Президента, это нам не нужно. Но я слышу, когда мы блокируем торговлю с оккупантами, крики о том, что там же наши люди в оккупации, почему-то забывают про тех наших людей, которые бросили все, выехали на Украину, в Украине работают, сражаются и до сих пор без жилья. Мне-то еще ладно, у меня есть зарплата постоянная. Если интересуют мои жилищные условия, пожалуйста, номер, который мне выделяется в гостинице «Киев», там проживает уже четвертый год пять человек, с которыми вместе воевали, которым сейчас негде жить. Периодически приезжают их родственники, родственники погибших, у меня это такая постоянная гостиница. Сам я снимаю с квартиры вместе с семьей, квартиру у меня нету. Да, я, конечно, имел бы возможность за что-то проголосовать, и квартиру бы не выделили по другому направлению, но я не считаю для себя это морально возможным. Что касается перспектив, ну, слушайте, пока будут люди на своих местах, на своих посадах, которым все равно, и пока народу будет все равно, ну, так и будет дальше. На деревьях будут жить люди. Спасибо. А вот 280-я постанова, которая, собственно говоря, ставит людей на очередь, и с сегодняшнего дня, ну, не с сегодняшнего дня, а вообще с 2018 год, вот люди получают жилье. Например, на сегодня они получили, вернее, компенсацию жилья, вот 49 человек сегодня получило в регионах деньги на вот это жилье. Вот как вы относитесь вообще к этому, и стоите ли вы сами на очереди по 280-й постанове, как участник АТО и переселенец? Давайте просто одной фразой вместе сформируем наше отношение к этому. Сравним цифру 49 и цифру людей, которые выехали из Донбасса и из Крыма. У меня, например, родители проживали в Крыму, я родился в Крыму. Последние 10 лет и моя жена с рождения, а я последние 10 лет, мои дети жили на Донбассе. То есть я считаю, что это двойной переселенец. И я знаю, что это миллион людей, это не 49 человек. Поэтому, ну, это все абсолютно несопоставимая цель. Поэтому какое мое еще отношение? Насчет я, я не знаю, я себя сам никуда на какие очереди не ставил. Я не верю в эти очереди. Поэтому, несерьезно все это, абсолютно. Все понял, спасибо большое. Спасибо.